всем привет с вами канал артмания сегодня у нас будет видео обзор на такие вот трафареты из фиг прайса купила их по моему за 50 рублей сейчас точно не помню а их четыре штуки новогодние вот они вот так выглядит и сейчас мы с вами их рассмотрим для самой даже очень интересно я вижу здесь снежинки но я вижу здесь песни снеговика сейчас на снеговика и совсем не хочу потому что его можно и так нарисовать сами а снежинки вот не всегда получается но сейчас мы это все с вами посмотрим что-то я не пойму они разных размеров что-ли просто сложен снежинки видно они здесь есть первый листочек у нас открепляются довольно хорошо а то я боялась думал что и вырезать мне их там придется каким-то там непонятным образом они открепляются кстати то что вот они открепляются есть два варианта можно допустим этот лист наложить куда-то раскрасить или можно допустим саму снежинку положить на лист и если у кого-то есть какие-то баллончики пшикающиеся да можно там под низ допустим приклеить на клей-карандаш чтобы она держалась попшикать вот так вот и у вас будет то есть пустое место вокруг пшикалка это будет интересно можно и другие кстати способы есть вот ладно так давайте посмотрим остальные и потом я буду откреплять на здесь есть снеговик креплены все снеговик есть не знаю зачем он лучше бы снежинки какие-нибудь сделали лично для меня здесь есть есть еще снежинки совсем тоненькие даже какие-то буквы а с новым годом да хорошо ума это бантик и елочки елочки в принципе тоже неплохо так давайте наверное сейчас займусь быстренько это все по открепляю и мы с вами тогда дальше продолжим а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok нам понадобится листочек самый опыкновенный листочек это листочек где по моему я художку ходила меня заставили нарисовать здесь бочонок на которые у меня вообще совершенно не было вдохновение ну ладно заставили нарисовала теперь мне поддевать это все смотрите она даже сюда поместилась здесь в принципе даже можно вот так вот скрепочками по бокам вот так вот зацепить если чтобы он у вас там не ерзал вот так же нам понадобится вода мы сюда поставим и акварельные краски и палитры такая вот палитра акварельные краски такие вот санкт-петербург невская палитра профессиональные и конечно же кисти которыми вы больше всего любите рисовать которыми обычно рисуется так вот у меня палитра встанет кисточки 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 выберем у меня в основном щетина помягче сейчас такой посмотрим да такую-то возьму такой вот для синтетика восьмерочка у меня возьму покрупнее мочим ее и и давайте начнем наверное самый сложный это вот это попробую ее оранжевым цветом соседний я хочу сделать синенькую вот здесь у меня так оранжевый будет придерживаться хорошенько да трафарет все таки сложновато довольно как я не стараюсь но я вижу недочеты свои уже все равно она залазит краска не туда куда надо как получится так получится все равно сейчас у нас пробный вы напишите в комментариях так как делаете вы вот 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 тут вот за мост и нормально получается смотрим потом не все наверное давайте я буду некоторые посмотрим она в принципе смотрите ничего так получилось да смотрите ну тут немножко залезу в принципе можно взять ватную палочку и чуть-чуть вот тут вот кончики собрать ну так а вообще не очень это классно получилось но тоже есть недочеты свои так вот я тут везем тряпочку как-нибудь это все притереть хочу а я тут навозила а навозила я тут навозила навозил я тут навозила Сейчас мы сделаем вот так вот, у меня есть вот такая вот щетина большеватая, ее наберем в водичке и наберем на нее красочку, пускай это будет оранжевая краска, где-то она вот так вот и просто пальчиком. Вот в принципе от этого, я вам и говорила, трафарет, такие вот снежинки, которые вот остались, вот с такими именно прикольно делать такие вот вещи. Вот если она там закончилась, можно еще добавить, но сильно не пересествовать. Можно побольше, вот я думаю хватит. Трогать мы ее сейчас пока не будем, подождем, она сама пускай высохнет, сколько высохнет, и там у нас должно что-то получиться, но еще большой минус в том, то что она вся выпуклая, если ее конечно взять допустим на клей-карандаш немножечко и вот нацепить ее, помазать, сейчас приляпать и вот так же сделать, наверное, будет получше. Вот это мы сейчас отодвинем немножко, пускай там стоит. Хочу его сделать синеньким. Да, наверное, надо накрыть карандаш все это все. потому что все это отцепляется и получается совсем другой эффект, не такой какой ты ожидал. Но пока не мере вы посмотрели и не будете повторять моих ошибок. Хочу я также попробовать вот эту снежинку, она максимально маленькая. Не знаю, может быть, если гуашью попробовать еще не акварель, поскольку акварель растекается, то из-за этого получается эффект совсем другой. Вот смотрите, что получилось. Может быть, это для того, чтобы обводить карандашом, а потом сверху зарисовывать. Ну, в принципе, этот тоже довольно симпатичный. Не такой, конечно, как там был. Так. Также хочу елочку попробовать. Я моя кисточка. Так. Давай вот это. Давай вот это. взять эти трафареты, чтобы на баночках. Вот кто рисует. Допустим, нарисовал на листочке, срисовал, прикрепил к баночке, баночку раскрасил, может быть, для этого. Наверное, потому что, в принципе, просто взять на листе нарисовать. Потому что взять просто нарисовать на листе, мне кажется, это проще. Хотя, конечно, не все умеют рисовать, наверное. Кому-то нарисовать елочку, наверное, сложно. Не знаю даже. Это никогда не было проблематично нарисовать, поэтому я это не понимаю. Как бы хочется рисовать, садись, рисуй. У меня это всегда было так. Не получается, можно взять и срисовать с книжки. Кстати, срисовывать с книжки гораздо проще, чем, допустим, из ума брать или с компьютера. Вот даже с компьютера срисовать как-то сложнее. А вот именно, когда ты книгу держишь и срисовываешь, у меня даже так с животных получалось рисовать. Как я вообще животных не рисую, не получается у меня. Ну, не то, что не получается, а просто не хочется мне этим заниматься. Мне гораздо интереснее пейзажи рисовать. Он меня больше привлекает. Вот. А когда именно смотришь вот так вот на книгу, там вот с собачками, например, сюда, 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 тык, тык, тык. И все прямо точности можно перерисовать. Не знаю, по крайней мере, у меня так получалось. Может быть, у кого-то другого, может быть, не получится, не знаю. А вот с компьютера у меня не получается уже. Ну, смотрите, у нас там что-то, в принципе, получается такое. Вот, кстати, поэтому я больше люблю краски. Им гораздо проще рисовать. Сейчас смакну и раскрашиваю себе. И раскрашиваю. А вот фломастеры, карандаши цветные я не люблю. Мазюкаешь, мазюкаешь долго, мазюкаешь, а цвета толком нету. Ну, кау там устает, все прочее. Так. Немножко, ну, не так видно. Но, смотрите, получилось ничего так. Снимем. Ну, что-то такое вот это получилось. Здесь мне нравится. Тут немножко сильновато. Тут, 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 чуть-чуть. Тут уже по бокам светло, и как будто так и надо. Так. Ну, тут у нас сохнет еще. Что там нам еще надо? Ну, в принципе, по вот такому вот способу, который вот тут вот лежит, вы поняли, как можно сделать. Также можно взять, допустим, вот тут есть елочка. Да? Ее тоже так же, например, можно сюда положить. Хотя давайте, наверное, сейчас вот так и сделаем. Сейчас мы другом попробуем, пока эти сохнут. Вот, например, такой же вот вариант елочка, да? Здесь оно уже немножко грязненькое. Берем также кисточку. Можно взять, кстати, зумную щетку. Ну, просто мне сейчас ее искать, есть она у меня или нет. Мне не хочется. Так, берем зеленый цвет. Берем такой зелененький. Вот, желательно ее сделать мокренькую. Не сильно, но мокренькую. И, не знаю, вот так. Позеленее возьмем. Что-то тусклый, больно. Можно вот так поближе к краю. Что-то какая-то она мне не нравится. Вот так вот. Вот. И все. И оставляем это до лучших времен. Получилась прям такая массивная большая капля. Сейчас чур большая. Сейчас ее убирать попробую. Важная салфетка или можно ватным диском немножечко. Если большие капельки поубирать. Потому что они высохнут, будут слишком массивные. Вот. Это тоже мы тут оставим. И что-то тут. Ну. У вас также останется полукруг непонятный. Который, в принципе, тоже можно куда-то пристроить. Кстати, она с той стороны гладенькая, а с этой стороны шуршавая. Только что заметила. Также у вас останется елочка. Также вы можете вот эту елочку, допустим, так же вот сделать. А внутри ее там потом просто акварелью или гуашью точно так же. Просто вот эти вот веточки вот так вот раскрасить. Потом там какие-нибудь елочные игрушки там красненькие. Звезду тут пририсовать. Звезду можно, наверное, даже, если кто не умеет, сделать вот так вот. Таким вот способом. И потом там можно уголочки уже подрисовать. Это не так сложно. Вот что тут еще можно. Взятый вот можно. Также вот таким же вот способом сделать. И потом можно ее дорисовать просто палочки. Вот как вот здесь, например. Вот тут вот, например, как. Также их потом дорисовать. Видно, не видно? Вам плохо видно? Рассказывай, рассказывай, а вам плохо видно. Так, ну, тут потом будете вспоминать долго, что это такое. То ли ушки Микки Мауса, то ли улитка там какая-то ползла. Ну, тут уже можно это работать будет в этом мышление. И также от елочки. От елочки какой? От той елочки вот остались как раз такие вот частички. Так, у меня тут все уже сохнет. Вот, смотрите, получается у нас вот так вот они сохнут. Я их просто деть никуда не могу сейчас. Ну, и вот у нас получилось. Давайте в конце ролика, наверное, я предоставлю фотографии того, что получилось у нас. Потому что эти капли будут уже сохнуть довольно долго. Вот, пока они тут высохнут. И также ее может быть очень легко, кстати, этот трафаретик помыть. Также его можно, допустим, положить на раковину. Или там губкой помыть с мыльцем. Можно замочить, например. Или там сразу вытереть, как я это сделала. И вот здесь давайте, наверное, снеговика с вами сделаем. Хочется мне все-таки с вами сделать еще снеговика. Все-таки я, когда вам обзор делала, пообещала то, что мы все снежинки с вами прорисуем, раскрасим. А тут видите, как получилось. Так, здесь мы сделаем ему сейчас коричневую. Коричневая. Так вот. Так, здесь у него будет темненькая. Ой-ой-ой, сдвинула я. Вот так. А здесь будет все остальное у меня синенькая. Будет синенькая. Так. Здесь я хочу с водой просто сделать. вот так вот. И вот здесь я хочу тоже сделать с водичкой. Ничего я только не рисую, господи, так у вас не получается. Вот по этой стороне мы делаем потемнее. Вот здесь мы будем делать посветлее. Немножко бумага не там. Можно начинать скухоживаться. Так, коричненький, черный, коричненький. Здесь у нас ручки идут. Не знаю, я почему-то вижу, кстати. А, ну да, все правильно. Ручки же у него палки, правильно? Тут у него тоже палка получается. А, так, здесь красная. Здесь тоже у него лучшая цепалка. А, там уже вам не видно. Зря стараюсь. Так, и красненький. Здесь у нас получается. Ой, не красный. Ну ладно. Розовый получился у нас. Тоже с этой стороны немножко. Вот так вот. Все что ли? Все. Сейчас я попробую подвинуть. Не сдвину себя. Вот так у нас получилось. Вот здесь у меня даже, смотрите, получились какие-то даже маленькие полосочки. Я просто вот так вот беру за дружкой. Чик-чик-чик. Как будто там веточки. И все. Так, и, в принципе, на сегодня это все. Мы с вами попробовали каждый трафарет. Ну, остальные цветочки смысл. Кстати, их можно как цветочки делать. Там уже кто на что гораст. Здесь можно будет, кстати, красненьким уже дорисовать. К сожалению, я розовый нашла. Может быть сверху завтра красным дорисую. Посмотрим. Вот. На сегодня это все. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии, как у вас получились трафареты или не получились. Хотелось бы увидеть ваши рисунки, какие получились. И, возможно, идеи какие-то. Я думаю, у вас какие-то есть другие идеи. И всем пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok